Собственно, здрасте! Мы продолжаем снимать все, что мы притащили с Джон Кальяна Феста. Потихоньку-потихоньку все это прокуривать и все остальное. Я уже закончил полностью прокуривать такой табак под названием ZR, премиум табака. А, табак не премиум. Я общался с производителем, это Руслан Зайнулин, вроде бы. Я говорю, почему такой тренд называть табаки премиум? Типа элитная проститутка, премиум массажный салон. Он говорит, что табак не премиум, это просто название компании ZR премиум. То есть, как бы, они пошли очень хитро. У них теперь все премиум, но это не премиум, а потому что просто компания называется премиум. Но не суть. Так вот, забрал я все это вот в такой вот упаковочке. Такая матовая хорошая бумага, очень стильненько. Прокурил я все вкусы, кроме одного. А сейчас у меня в чашечке на кальяне Маклауд забит вкус личи. Я его оставил на самый последок, потому что у нас на рынке сейчас, в принципе, нет нормального вкуса личи. Либо вкус личи у всех хороший, но просто мы привыкли к нахле. Так, давайте откроем, собственно, коробочку и посмотрим, что у нас внутри. Открывается все очень легко, одним пальцем, прям как макбук. И внутри мы видим такие масенькие коробочки, которые в эту коробочку залезли просто перфекционически, знаете, так прям идеально. Довольно-таки очень крутой товарный вид, прям очень круто. Вот такая вот коробочка, она реально крутая, да вот. Также эта коробочка открывается тоже, нет, да, одним пальчиком. И внутри мы видим, вуаля, не сраный пакет, а готовую тару под продукт. Вот такая вот тара. Внутри этой тары есть визиточка и две наклеечки. Одна из наклеечек, собственно, клеится на баночку, если вдруг вы решите вот так вот выкинуть коробочку. А что нас ждет внутри? Внутри табак очень хорошей консистенции, не мелкий, не мокрый, не сухой. То есть идеальный можно было назвать его, да? Все очень круто. О его курительных качествах мы поговорим чуть-чуть попозже. Сейчас чашечка прогреется, но пока можно обсудить все вкусы. Давайте начнем, собственно, с того, который я держу. А лемон лолипоп, то есть лолипоп у нас как бы обычно связывается с чем-то сладким, вкусным, но лимон как лимон. И он очень такой химозный и прямо резкий-резкий, так как лимон дропс у фьюжина, ну, поняли, думаю. Вафли. На вафли я возлагал большие надежды. По ароматике, то есть по запаху. Вафли просто кайфовые, да, вот прям хорошие вафли. Но когда ты куришь, немного не те вафли, которые ты ожидал, когда это все нюхал. В принципе, вкус хороший, но чистым его очень сложно покурить. Идем дальше. Это у нас бирд черри. Да, вишня, но вишня больше похожа ароматикой именно не на какую-то нам знакомую вишню, а на вишню инвайт плюса. И очень сильно похожа именно на авзаловскую вишню. По кислоте примерно, примерно около так же. Кислит, но не так сильно, как хотелось. То есть вишня идентичная прям полностью авзаловской. А это огромный плюс, потому что у авзала вишня очень круто. Так, идем дальше. Что у нас здесь есть? А, личи, собственно, я отложу. А, ну давайте сначала просто понюхаем. Нет, мы нюхать не будем. Мы оставим напоследок это прям все. Так, а бергамот. Бергамот довольно-таки интересный. Не сильно резкий, не эрлгрейный, так назовем, да, его. Мягкий, приятный аромат бергамота. Сильно не бьет, но сильно сушит. И очень, а такой остаток в горле прям першения. Вот чуть-чуть перегрел, и остается прям остаток першения. Так, а что у нас еще есть? А, фейхуа. Тренд, так сказать, конца уходящего 2017 года. Нет, фейхуа, но я ее покурил и так, и сяк, но прям вот именно яркую такую фейхуа она мне не напомнила. И как бы, ну, сложно с этим вкусом. Возможно, на этот вкус они ставили большие надежды, но лично вот мне он не понравился. Прикли, как я примерно понимаю, по вкусу, я даже не гуглил, но это какой-то сладкий, кактусовая, сладкая кактусовая груша, скорее всего. Ацетон. Да, я когда первый раз понюхал, у меня сразу первое мнение было, ебучий растворитель. Прям вот растворяет в тебе, растворяет себе все. Если его долго нюхать, мне кажется, можно обнюхаться. По вкусу не сильно яркий, ацетоновый, оставляет сильно осадок в горле. Но в целом, в принципе, сам табак неплохой. Курить можно, по крепости не очень крепкий. Так, и кремовая клубника. Кремовая клубника для меня топ. Она прям вот идеальная, идеальная. Прям вообще. А, кремовая клубника шикарная. Это мой первый вкус, который я прокурил в данном табаке. Так, сейчас мы все лишнее уберем. Это вот сюда. А, еще. В коробочке лежит вот такая вот наклейка. Куда ее клеить, неизвестно. Она очень большая, а вот маленькие, как бы, ну, пригодятся. Так, что касается самого табака и вкуса личи. Так, давайте попробуем вам про него рассказать. По жаростойкости он реально жаростойкий. То есть, хороший. Учитывая, что я его всегда прокуривал на 4-х углях, 25-х, блэкоканат. А, и жара они дают очень много. И, как сказать вам, он не перегревался, но при этом он довольно-таки легкий. То есть, он такой ниже среднего, нормальный, обычный такой домашний табачок. И для людей, которые, как бы, любят 5-6. То есть, ебучая цифра, блэк. По дымности, за счет его жаростойкости, очень сложно вот прям прогреть его так сильно, чтобы он просто дымел, как пароход. Сейчас скажу вкус личи, ребят. Сейчас, секундочку. Не, 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 ребят. Личи получилось ужасное. Первым делом сразу сухость. Да, появилась прям сразу сухость. Но при этом он довольно-таки приятный. Но вкус личи так себе. Но сушит личи конкретно. Еще от многих вкусов я заметил, то есть, это уже сама фишка табака, как бы, он вот на выдохе еще примерно секунду оставляет вот здесь вот аромку. То есть, такое першение от аромки, как будто прям раздражение. В принципе, слишком много в принципе. Естественно. Что еще примерно такого сказать? Да, очень сильно сушит. Как же он пахнет из банки? Давайте понюхаем, собственно. Из банки он пахнет, блядь, прям личи, прям вот настоящим личи. Но почему, почему нельзя сделать так, чтобы это как-то нормально курилось? Вот именно... Это как, блядь, картинки в Бургер Кинге, блядь. На картинках там такие сочные, блядь, бургеры. Просто, блядь, огромные вот такие. А когда ты заказываешь, тебе приносят жалкое подобие. Вот такой маленький, блядь, смурщенный хуй, как будто хуй его знает, да? Ну, я все-таки покурю. На старте личи ужасен. Я не знаю, будет ли он нормальный после пятидесяти минуткой курения. Но на старте прям не очень. Нет, он становится лишь только хуже за счет прогрева. Поэтому, собственно, по табаку, что я хочу сказать. В плане маркетинга и продажной подачи, и продажного вида, то есть, да, он выглядит совершенным, он идеальный. Есть собственная тара, есть наклеечки под вкусы, есть красивые баночки, такая матовая коробочка. Все очень круто. Многие вкусы топ, прям вот топ, типа кремовой клубники, бергамота, да, черри. Все очень круто. Но целая картинка этого всего портит тем, что у него очень много нет топовых вкусов из восьми. И явно я уверен, что у него больше вкусов, чем восемь. Поэтому оценку большую табаку я как бы не дам, потому что нужно, скорее всего, на нем немного поработать. Продукт довольно-таки новый. И что еще, у меня вообще мыслей в голове нет по этому продукту. Вроде все перекурил, вроде было столько мыслей, которые я хотел вам рассказать, но все это вмиг пропало. Для миксов, смешивания с другими табаками будет очень круто. По крепости он такой хороший, он не давит на горло, он немного накуривает. У него нет вот этого остатка на горле жидкого никотина непонятного. Но есть вот это непонятное першение и сухость во время курения. Поэтому табачок интересный, хороший в каком-то плане. И, блядь, я не знаю, решать вам. Кто его курил, отпишитесь, ребят. Либо вот здесь проголосуйте хороший табак, либо нехороший табак. И, собственно, либо с Новым годом, либо с прошедшим Новым годом, либо с Новым годом. Всем пока, это до воды. Субтитры сделал DimaTorzok